Добрый день. Меня зовут Артём. Я представляю компанию «Виджишок». Мы занимаемся созданием, а также поддержкой и продвижением «Дарод-магазин». Ну, этот фарт называется «Дарод-магазин с минимальными рисками». Нам нуждаться очень полезно с минимальными, которые хотят запустить свой «Дарод-магазин», либо с минимальными, которые хотят расширить ассортивность своих «Дарод-магазин». Для того, чтобы понять, как минимизировать риски в «Дарод-магазин», надо понять, скольких элементов состоит ваш «Дарод-магазин». Вот список, которые я создал, по-моему мнению, является основой для «Дарод-магазина». Это спрос на продукцию, это постоянные цены, это конкурентные цены, это программное обеспечение, то есть это скрыт средства нашего «Дарод-магазина», и, возможно, дополнительный сок, там, как загрузка прайсов на данном магазине, либо, возможно, какая-то серия. Также это «Дарод-магазин» и «Дарод-магазин». Давайте начнем с поставщиков. Запускаемые «Дарод-магазины» можно разделить на три типа. Первый – это непосредственно сами поставщики. Это когда сам поставщик решает запустить свой «Дарод-магазин». Марианты очень хорошие, но имеют ряд недостатков. Недостаток, главное, выражается в ассортименте. Обычно недостаточно широко представлен сам ассортимент, и, возможно, даже используются разные товарные группы, как то, скажем, дачные товары и автоаксессуары. Соответственно, человек, заходящий, покупающий, скажем, автоаксессуар, после отряда возьмет что-то с категории дачных товаров. Соответственно, увеличение суммального чека из этого не происходит. Поэтому данный вариант неплохой, но лучше все-таки, когда вы работаете сразу с несколькими поставщиками. Следующий вариант – это когда вы стартуете, и у вас есть уже договоренность с двумя двумя поставщиками. По моему мнению, это самый оптимальный вариант. При этом вы минимизируете риски непосредственно, что вас там могут отвезти один и второй поставщик. Кстати, тоже советую на это обратить внимание, потому что даже договоренность с двумя двумя поставщиками не всегда может спасти. Эти люди могут вас подвезти, могут подвезти в плане доставки, в плане изменения цены, непостоянной оправки его прайса. Соответственно, максимально расширяйте базу, с которой вы будете работать. Третья категория – это самая веселая. Эти ребята хотят запустить, потому что им нравится данные решения. Ну, к примеру, человеку нравится техника Apple, он решает, что я вот запущу интернет-магазин, буду торговать техникой Apple. Это замечательно. Потом ко мне придут сами поставщики, они сами же мне предложат продавать его, либо я приду к ним, а они мне дадут прайс, все вместе. Все это замечательно, но на практике обычно это не работает. Вероятность провала такого магазина где-то, мне кажется, порядка 90%. Следующий важный аспект при открытии интернет-магазина – это программное обеспечение. Фактически я разделил программное обеспечение, после создания программного обеспечения на 4 типа. Первый тип – это у нас готовые программные решения, это Bacassist, Virtual Mart, в основном Маженто и так далее. В чем достоинство данного решения? Достоинство здесь заключается в том, что есть достаточно большой массив разработчиков, готовность работать именно с ними. С недостатков отмечу от себя, что… Ну, это не касается непосредственно самому отчетку, но в принципе касается больше остальных систем. Обычно разработчики, работающие с данными системами, они являются либо новичками, либо это начинающая студия. От себя не рекомендую работать с ними дома. Это связано с проблемой непосредственно SEO. Сильно кривый движок у них. Человек тоже неплохой – это программист-одиночка. Неплохой в том случае, если вы хотите запустить ваш интернет-магазин, посадите все программиста, закройте его в комнате и привяжите к ступу. Просто замечательный вариант. Но обычно на практике так не происходит. Почему? Почему это недостатка? Потому что человек может уйти. Если человек уходит, это означает, что вы снова сталкиваетесь с той же самой проблемой. Он создавал программное обеспечение под себя. Он не писал ни документации, нет никакой инструкции, ничего. Если человек в новом случае, который вперед будет разбираться в данном продукте, он будет снова стоять перед той же самой дилемой. Не надо ему брать webassist, либо ему писать свою систему. Поэтому, в моем мнении, лучше отказаться. Лучше какой-то из этих трех вариантов. Следующий вариант – это студия со своим собственным продуктом. В чем достоинство данного варианта? Первое – это то, что обычно студии со своим программным продуктом, они предоставляют всестороннюю поддержку. Как бонус, они могут предоставлять возможное увеличение дополнительного функционала, если этот продукт находится у них на обслуживании, на их собственных серверах. И, как бы, вот здесь очень рекомендую обращать внимание на то, насколько давно существует компания, к которой вы обращаетесь. То есть время существования, особенный состав. К примеру, вот такой компания может быть наша. То есть мы существуем 5 лет, ну, примерно у нас там 6 людей там будет сейчас. Мы полноценно поддерживаем эти продукты, мы их постоянно обновляем, добавляем какие-то фишки, да. При этом не обязательно берем деньги даже за это. Следующий вариант – это аренды продуктов магазина. Вот если вы стартуете, очень люблю на него обратить внимание. Почему? Ну, вот третий вариант – вы всегда сможете. Вы всегда сможете туда направить все деньги и так далее. Обычно, если вы сразу стартуете интернет-магазит, и вы вкладываете туда деньги, вы вкладываете туда идеи дополнительные, вы думаете там, это все замечательно, вот у меня будет здесь вот такой функционал, здесь у меня будет такой функционал, да. А обычно через полгода вы решаете, что это вообще не нужно. То есть деньги были потрачены в непонятном направлении, непонятно зачем. Поэтому рекомендуем на аренду продуктов магазина. Почему? Потому что вы опробуете те функции, которые есть. Если у вас еще нет опыта работы с электронной коммерцией, вы опробуете то, что вам дает ваш разработчик, какие-то пакеты, там, не знаю, что там будет, какие-то фишки, да. Вы впоследствии понимаете, что вам необходимо. В дальнейшем через это время вы можете обратиться в эту же студию, да, и сказать, у меня нужен вот такой вот интернет-магазин, вот такой вот функционал, здесь так работает, здесь так работает. Вас разработчик поймет, он сделает то, что вам необходимо. В итоге будет все вывод. На что еще требуется обратить внимание при выборе программного обеспечения? Очень важно, чтобы в запускаемом вами интернет-магазине была такая вещь, как маркеты. Маркеты, это на данный момент, если кто-то не знает, это система сравнения цен. Это прайс, это футлайн. Если у вас есть данный софт, то есть это специально, по сути дела, файл, там, xml. Софт, это, получается, софт формирует данный xml, который вы предоставляете системе. Вы этот файл даете маркетам, и фактически это может сразу с первых дней начать работать на вас. Вы сразу можете осуществлять продажи. Для работы с маркетом не обязательно иметь какую-то квалификацию. С этим может работать любой. Об этом, в принципе, расскажут еще, если не ошибаюсь, Яндекс, не выступая с докладом по поводу Яндекс.Маркета. Тоже, кстати, маркет. Дальше. Следующий вопрос, это какую цену поставить. Можно понять, какая цена должна быть у вас в интернет-моразе. Какая маржа у вас будет вообще? Для расчета непосредственно тех затрат, которые вы готовы понести на интернет, дальше вложиться, сколько вы вообще будете зарабатывать. Потому что это очень ключевой момент. Вы можете вложиться очень конкретно деньгами, но выхлопа будет очень мало. Поэтому все считаем, все просчитываем и желательно проектируем в дальнейшем, как это все работает. На системах прайс-удива либо вход в онлайн вы находите свою продукцию, смотрите цену. Дальше вы решаете, вы будете торговать через маркеты, либо не будете. Если будете, вы устанавливаете цену относительно конкурентную в рамках данных систем. Если не будете, советую поднимать где-то на процентах от 5 до 15. Потому что у них в принципе занижена цена. А там вся суть сводится, потому что все борются ценой. Следующий момент. Спрос на продукцию. Очень рекомендую внимательно сейчас слушать. Потому что данная методология может быть использована не только в рамках интернет-магазинов, но и интернет-проектов для оценки конкурентности поисковых запросов. В чем заключается суть? На свою форму мы высчитываем количество трафика, которое есть по определенным поисковым запросам. И в дальнейшем вы эту информацию можете использовать либо для заказов контекстной рекламы, либо для распределения финансов в область поисковой оптимизации. Для этого мы создаем рекламную компанию Google AdWords. Примерно вот подобные параметры. Там написано интернет-магазин подключение, создание такой качественных интернет-магазинов, отображаем URL в GSHOP, и внизу GSHOP. Не обязательно даже здесь установить свой URL. Переходы на данном этапе вам не уважены. Вам нужна статистика, которая даст эта система. То есть вы можете даже поставить свою конкуренцию здесь. Здесь выставляете список ключевых фраз. Максимально полный. Чем больше, тем лучше. А всех вы включаете в квадратные ссылочки. То есть это точное соответствие. Это означает, что не будет запросов, скажем, создание интернет-магазина подключения. Здесь не будет создание интернет-магазина подключения. Здесь будет просто создание интернет-магазина подключения. Почему надо брать два-три слова? Гугл. Гугл ввел механизм подсказки. Соответственно, для запросов из серии шторы статистика будет очень сильно разбита, потому что они показываются по запросам шторы купить, шторы купить Киев. Соответственно, чем больше вы запросы берете, тем лучше данная методика вам будет подходить в плане оценки трафика, в который вы готовы принести данный запрос. Значит, дальше вы запускаете данный реклам на срок порядка 7 дней. Полученные данные вы делите на 7. Это у вас или не статистическое количество посетителей в день. И дальше у нас вот такая вот картина. Полученное количество показов вы делите на 2. Зачем? Это будет означать тот максимум, который вы можете достигнуть работая с данным запросом. То есть это фактически первое место. Чем ниже, тем, соответственно, будет меньше показа перехода. То есть тут даже я нашел кондицию, где отображалось количество переходов в зависимости от позиции поисковой выдачи. Не советую привязываться к данным цифрам, потому что они могут очень сильно расходиться в зависимости от поискового запроса ниже и так далее. То есть цифра здесь немного приблизительная. Но именно в первый раз обычно дает оператор 50%. Следующий важный момент для расчета, скажем, стоимость денег, которое вы готовы вложить в поисков, не взялся в глубокие трафикные рекламы, вы рассчитываете приблизительно конверсию. Конверсия я рекомендую вам рассчитывать следующим образом. Это количество трафика, который может генерировать данный запрос, деленное на 100. Почему на 100? Фактически в Украине интернет-магазинах коммерция составляет порядка 1%. Это на 100 посетителей интернет-магазина где-то 1,5. Имея данную информацию плюс какую-то информацию с вашей локальной сети, не знаю, если у вас это поставщик по среднему чеку, вы сможете рассчитать сколько вы сможете зарабатывать. Соответственно, сколько вы сможете денег распределить на рекламу. Идем дальше. Доставка. Казалось бы, простая истина, но она очень важна. Почему? Очень часто пытаются делать локальные интернет-магазины, ориентированные на один город. К сожалению, я не рекомендую это делать. Вы можете очень сильно рискнуть по той простой причине, что, к примеру, если вы откажетесь от Киева, то вы потеряете в среднем по 50% покупателей от всей Украины. Если же вы отказываетесь где-то от регионов, то потеряете где-то местных регионов, где-то порядка от 20%, зависит от конкретного региона. Поэтому делаем доставку на всю Украину, чтобы искать больше и продать ваши продукты. Следующий важный момент – интернет-реклама. Я здесь видел основные методы продвижения интернет-магазина. Это поисковая оптимизация, это контекстная реклама, это маркеты, карты и другие методы рекламы. Что такое здесь карты? Карты я подразумеваю под собой Google Local Business Center. Это отображение поисковой выдачи по различным запросам с картой. Специфика данного метода рекламы в том, что в принципе можно достаточно короткий период времени оказаться в этом месте. от пардиканта у вас в левом блутон, ссылочки и адреса. Это не требует сверхзнаний. Вам достаточно просто в заголовок разместить включенные слова и несколько комментариев. Очень важно также маркеты. Очень рекомендую. Практически всегда работает, всегда помогает нашим клиентам в получении прибыли. Контекстная реклама, поисковая оптимизация. Здесь вы распределяете в зависимости от того, какие у вас цифры получились по запросам. Потому что очень часто бывает, что не тесная реклама, а даже выпиднее реклама, чем та же поисковая оптимизация. Поэтому все считаем, все рассчитываем, правильно распределяем финансы, чтобы вылить максимум с вашего проекта. Ну и другие методы продвижения, это рассылки различные, там, не знаю, оффлайн, визитки раздавать и так далее. В принципе, по поводу рассылок очень рекомендую, если не ошибаюсь, у Романа Робаченко хороший доклад есть по рассылкам. Советую его скачать на сайте, просмотреть на сайте либо уже, не знаю, попросить его снова выступить. В принципе, все. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, то напишите. Давайте пару раз вопросов. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос. Сколько лет назад вы сказали про аудиторию? Клиентам интернет-магазин, которые согласились о Киеве. Что это близко к кибельским результатам. Ну, реальные клиентам могут возложить. Как вы работаете на сегодняшний день? В авто? Как лучше спокойствоваться на Киеве или идти в регионы? Если идти, то какие учения? Я советую работать сразу со всей Украины. Если вы работаете в Киеве, в своем регионе, вы очень материальны. А есть новая почта, есть наложенный платеж. Если вы работаете в регионе, советую работать с каждым с новой почтой. Показала практика. Мы общаемся со своими клиентами. Они очень советуют новую почту. То есть вы можете отправить свой талант. Прямо на новую почту оплачивается его получение. И вы деньги потом забираете в мою почту. Отправляют они регулярно. В принципе на следующий день можно получить уже заказавшую свою продукцию. То есть если у вас есть прямо здесь и сейчас. Можете отнести в отделение нового почта. И в следующий день их забирают. Ну если вы отключение, если вы, не знаю, с нового будете доставлять в первую. Ну там просто. Одно в этом новостатке. Почему надо бы потуссироваться на шарнале делом? Если вы в оценку клиентами. Почему? Да. Какой основной фактор? Ну почему надо потуссироваться? Понимаете в чем дело? Даже 20% это деньги. 20% в рамках там 100% это очень много. То есть если у вас там заработок, не знаю, составляет 10 тысяч. Оборота составляет 10 тысяч, да? Тут 20% это 2 тысячи долларов. Очень много. Я лично от такой суммы не готов отказаться. Я готов работать. Ну и с другого боку. Киев это 3 миллиона населения. То есть там. Ухай будет до 5 миллионов. А загалом Украина это все-таки там выше до 50. То есть больше. И интернет в регионах развивается. Киев все-таки там не безмежно. Запитание. Но я напевно. Но если у Киеви есть такой же самый вариант магазин, интернет-сайты, которые достанут эти товары швидше и, возможно, я не могу сказать. Конкуренция завжди будет. Если вы боитесь за конкуренцией, для чего вы будете это бизнес? И если это 2 тысячи, то для Киева это не будет. А для обменения поставника регионов, эти деньги будет лучше. То есть вы тут откроете, я прокраю. Вы от Киева можете отличаться в лучшую сторону, например, тем, что у вас локальный склад и доставка на протяжении годов и времени. Обычно с регионов цена ниже, чем с Киева. Хотя бы с этой стороны смотрят. То есть есть. Можно найти для себя плюсы, которыми вы можете перекрывать позитиво-централизированный магазин в Киеве. Всегда можно какую-то свою уникальную торговую пропозицию запропоновать. Пожалуйста, спасибо. Уже все. Спасибо. Я не знаю, что вы можете получить. Уже все. Да. Ну, спасибо. Спасибо. Это не все. Я срежу в это зверху магазин. Перед остатком пункта была веб-студии со своими продуктами, своими продуктами, с собственными продуктами. Таким же учимом, перед этим помимо, он будет иметь некий мастер-классер и будет сделать вам продукт. Это один из самых лучших вариантов, но он может идти с компанией, при этом будет разрабатывать заданную фигуру, а просто где поместить. Такому же, как и веб-студия может затвердиться, если она не великая волна на какие-то ситуации. Что вы будете делать? Вы все правильно говорите, поэтому я говорю, что когда вы выбираете студию, с которой будете работать, вы обращаете внимание на количество объекта, которые существуют и состав которых есть. В чем преимущество даже студии над одиночкой программистом? Даже если в рамках студии уходит один программист, даже два, обычно есть подмены. В случае с программистом, власных у подмены не будет. Это будет их внутренняя проблема, они это решат. Скорее всего. Ну, до речи, я еще маю комментарий на рахунках студии с власным продуктом. Я стыкался с ситуацией, когда интернет-магазин, который был написан на собственной разработке веб-студии, и подчас поддержки просто-напросто завершивалася суттєво работа, ну, вартость одной годы работы программиста. И дойтися в этой веб-студии не было куда, потому что это власный код, очень хорошо комментированный, с недостатньо доброй прописанной документацией. Я считаю лучшим вариантом, все-таки, на каком-нибудь из платных, как ясно сделаю лишних вешков, как в начале интернет-магазина. Вы не будете бояться за то, что завтра тебе будет хорошо его поддерживать. Пожалуйста. Мы все-таки поможем, но все-таки, поможем, в интернет-магазину и написании такого магазина с привязкой системой плат и магазинного питания, где, фактически, выбор программи и оплаты уже на месте, и ворочинные документы. Ну, скажем так, модули оплаты, модули розрахунки доставки, и так далее. Это фактически надбудова до ядра. То есть их можно как подключить, так и не подключать. И каталог – это тот самый интернет-магазин, который включен в функционал кошика или нафаке. Все модули можно доставлять, все модули можно подключать. Благодаря цинному сбору, это очень ризно. Заболчить каталог с привязкой к следующим пунктам, это одна справа. А желтка интернет-магазинок – это уже с Россией, это результат? Тут нужно отстолкнуться от технического задания на интернет-магазин, от того, что вы хотите увидеть в результате, какие ваши бизнес-процессы, какие ваши цели могут быть. То есть здесь тяжело, потому что каталог может быть сделан на основе какой-то галереи изображений, и это будет одна цена. А может он будет сделан на платном битрикс, который сам довольно недешевый, и это будет совсем другой цена. Здесь зависит от того, как вы подходите до самого развития, от тех заданий на сайте. «Батру». 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 «Батру».